Ушли в дальнее плавание. Юноши и девушки из патриотических клубов Новосибирска сегодня отправились в путешествие по Обскому морю на шлюпках. Через несколько дней экипажи достигнут южного края водохранилища, а потом повернут назад. Где они сойдут на берег и кто ждет их в сельской церкви, расскажет Анатолий Харитонов. У ребят из клуба «Казачья застава» появилась традиция после каждого сверхдальнего шлюпочного похода, то есть когда преодолевают больше тысячи километров, рисовать на бортах якоря. Вот здесь их два. Один за путешествие от Телецкого озера до Новосибирска, другой за поход от Омска до Тобольска. Третий якорь в нынешнем году не появится. Протяженность маршрута от Новосибирска до Камня-на-Аби и обратно около 600 километров по воде, почти вдвое длиннее, чем по суше. Все потому, что ял не всегда идет на веслах. Если на море ветер, экипаж ставит парус. При этом судно движется галсами, то есть не по прямой, а зигзагами. Подготовка началась позже, чем обычно из-за погоды, из-за плохой. Обычно мы начинаем в середине мая где-нибудь, а тут, наверное, мне начали, кажется, в середине июня. Нужно сначала с зимовки вытащить шлюпку, посмотреть, где она, в каких местах рассохла, с чего там случилось, может быть, покрасить заново корпус, подлакировать что-нибудь, спустить на воду, посмотреть, дает она течь или не дает. В путешествие отправляются три патриотических клуба. У каждого своя шлюпка. В казачьей заставе и норд-осте на веслах парни, а в экипаже варяга – девушки, ученицы восьмой школы Новосибирска. Ева Козлова уйдет в дальнее плавание впервые. Первый раз, когда я села за весло, я вообще, в принципе, не понимала, что делать и как ингрессе. Ну, а потом начала тренироваться, началось получаться у меня всё. Я решила попробовать для себя что-то новое, открыть что-то новое, чему-то в жизни новому научиться. Каждый день юноши и девушки будут проходить от 20 до 50 километров, ночевать в палатках, на берегу. Ребята смогут не только испытать себя, но и помочь по хозяйству пожилым людям. Школьники побывают в Боровом, Ордынском, Спирино, Крутихе и Чингисе – уникальном селе, которое частично находится на острове. Там же – церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. Там есть приход прямо на острове, и мы оказываем им посильную помощь. Например, три года назад мы разбирали сгоревшую трапезную, помогали физически. Там пожилые бабушки, которые не всегда справляются с такими работами. В плаванье отправится оператор канала ОТС, опытный турист Александр Ведерников. Придется по ходу дела и снимать, и фотографировать, и учить детей, и кое-где садиться за весла, заменять функции командира шлюпки. Раньше справлялся, и сейчас справимся, и привезу хороший материал. Если верить народной примете, путешествие будет удачным. Уходили-то в дождь, переждали на острове Тань-Вань и снова в путь. Домой экипажи вернутся 22 июля. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников. Новости ОТС.